10 рублей в сутки – такой размер курортного сбора установлен на территории Краснодарского края. В Анапе программа начнет действовать уже 16 июля. По словам представителей Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, все деньги, полученные в ходе сбора, останутся в муниципалитете и будут направлены на благоустройство и развитие инфраструктуры. Курортный сбор по себе сам представляет плату за пользование курортной инфраструктуры. То есть эти деньги вы не берете себе, вы не отдаете нам, они идут исключительно на развитие курортной инфраструктуры. Сейчас Анапа находится на первом этапе введения программы – формирования реестров операторов. В каждой гостинице и санатории будет назначен сотрудник для ведения учета иногородних гостей. Бояться, что личные данные попадут в чужие руки, не стоит. Оператор обеспечит полную безопасность и конфиденциальность при работе с документами. Работники санторно-курортной отрасли задали вопросы краевым специалистам. По прописанным людям, понятно, на территории государственного края. А те, у которых есть живьё здесь, они тоже освобождаются от курортного сбора? Проживай, допустим, в Москве у них? Да. Но в этом случае, как пояснила Елена Пестунова, нужно будет предъявить документы, подтверждающие собственность. Также от курортного сбора будут освобождены инвалиды, ветераны, студенты-очники, несовершеннолетние дети и все жители Кубани. Пока что система взимания курортного сбора экспериментальная. Всю сумму рекомендуется оплатить сразу после заселения в гостиницу. И если отдыхающий покинет курорт раньше запланированного срока, ему обязательно сделают перерасчёт. Залечь на дно и отказаться от уплаты не получится. Недобросовестному туристу будет грозить штраф от 500 до 2000 рублей.